я у мамы помогали в саду я обрезаю усы у клубники не еще рано малина в августе как раз мы с тобой приезжали я приезжал в конце я приехал в конце июля в 20-х числах мы поехали на 10 дней то есть в августе только маян только в августе а клубника есть уже ой я сегодня съел буквально 3 штучки она только начинает спеть но я ее не застану потому что я уже уезжаю к сожалению все это после выпуска ну еще недельно еще неделя это вот да да вот и что все понятно не знаю насколько вам понятно по крайней мере я не вообще понятно ли что-то вообще точнее понятно только то что я не виду понять по понятным и нам солей твои твои это самое я между твои намерения я наверх поднимусь оль подниму я не только на говорю понятно что твои намерения понятно намерение да то есть ты готов да но не жесткой форме сначала но то есть это по-любому то есть эта ситуация не может дальше так продолжаться неопределенность это поэтому нужно просто определиться или 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 да как сколько еще времени нужно чтобы думать уже прошло почти два года и какой вообще план на дальнейшую жизнь таня когда все представляешь дальнейшую жизнь свою или нашу то есть все равно по-любому получается что инициатива такого рода приходит от тебя да да потому что я так понимаю она она у нее другое представление о наших отношениях и она на меня даже рассерженная я бы сказал потому что она меня прикажет в том что я и никогда не звоню интересуюсь как у нее дела это я очень расстраивает она считает что я поступаю не как нормальные люди а а веду себя плохо с ее точки зрения я должен был ей звонить интересоваться я этого не не делаю и кажется что мне наплевать я пытаюсь обеет вас и объяснить что если я не звоню то это не от этого но и это трудно понять просто так же объяснить что для меня важно только то что вокруг меня то что далеко для меня теряет смысл но она тоже этого не понимает потому что она по-другому смотрит на вещи чем я вот так вот а про маму ты не собираешься все звонить минимально про маму я не хочу говорить но я и хочу сказать про сначала аккуратно допустим такую такое предложение типа таня ты допускаешь возможность что экстрасенсы могли неправильно интерпретировать то что они видят и я знаю что она уже ответит потому что еще и раньше она очень в штыки воспринимала мое неверие в экстрасенсов а потом я просто напрямую скажу что это просто мошенники и они видят то что точнее они тебе рассказывают то что ты хочешь услышать и я в это не верю я считаю что ты сделала ошибку когда к ней вообще я обратилась уже маким а напомни мне пожалуйста то есть вот в прошлый ее приезд ничего подобного в отношении подобного рода разговоров вообще ничего не случилось да нет нет абсолютно ничего потому что это все было то есть в прошлый ее приезд вы оба были не готовы к такого рода разговорам и к выяснению отношений вообще да да были не готовы или или просто были трусами или я был трус я тебе чего-то ждал или она надеялась я не знаю да например я да тогда я был не готов к этому а теперь видимо время пришло потому что да время идет и когда видишь что что никаких перспектив нет и поэтому не видишь смысл продолжать дальше надеяться или чего-то еще ждать а скажи мне вот исходя из ее слов перед приездом ты сделал вывод что она не собирается инициировать а в принципе по большому счету видимо наверное ждет инициативу от тебя в этом плане да я не думаю что она собирается инициировать какой-либо разговор ну и не знаю насколько она ждет инициативу от меня тоже а я на тебе скажу что я не хочу об этом максимум говорить то есть она не захочет принимать решения или или ну я вот допускаю вот такую ситуацию допустим вот на ее месте сколько бы ее сколько бы я ее знал что она может сказать что максимум давай еще немножко подождем так поэтому я у нее спрошу какой план на будущее как ты себе представляешь дальнейшую жизнь ты что ты что думаешь что мы так можем дальше жить и ты будешь раз в год приезжать в норвегию и сколько лет еще так это не может так продолжаться больше ты же сама понимаешь что нам нам обоим нужно двигаться дальше не мне не тебе эта ситуация не на пользу быть в таком подвешенном состоянии это только нас губит это и тормозит ты здесь папа она спросит она тебя спросит ты хочешь создать новую семью ты решила ау Максим она спросит она спросит и Ты хочешь создать новую семью? Нет Нет Пока нет Но я хочу Иметь свободу К этому В будущем То есть получается Что ты хочешь Прояснение ситуации Вот на сегодняшний день Вот на сегодняшний день такая ситуация Что ты хочешь прояснение, а она нет То есть ты готов к этому К выяснению, к постановке вопроса Или-или Ты готов к этому, а она не готова Так получается? Еще один важный момент Что она же хочет Чтобы я продлил ее вид на жительство В Норвегии Я же меня спрашивал Ты что хочешь вернуться? Она говорит Когда-нибудь я хочу вернуться Что у меня была эта возможность вернуться Так я у нее спрашивал напрямую А какие будут условия смерти матери? То есть она, конечно же, на эти вопросы Не отвечает Я думаю, она так и думает Но она мне, конечно, не отвечает Что да, вот Когда мать умрет Тогда я приеду Я у нее несколько раз спрашивал Буквами В Вайбере Про это Она, конечно же, не отвечает И поэтому я думаю Ее все-таки Глаза в глаза Такой же вопрос Спросить И все-таки Услышать ответ Когда, допустим, я у нее спрашиваю Таня Ты Ты вернешь? Она сразу же Как же я вернусь? Твоя мать Не даст нам жить Сразу То есть вот у нее Сразу мать Я пытался сказать Что Таня Это все в наших силах И никто нам Никто нам не может помешать Это все в наших руках Но не она настолько На этом зациклена На этих экстрасенсах Что там Там трудно пробиться Слушай, Максим Я знаю, что сейчас Поймал тебя На какой мысли? Я поймал тебя На мысли Что я разговариваю С тобой Об этом Не столько для тебя Сколько для себя Понимаешь, почему? Ну-ка, интересно А, ну так Внуки Или опять же Или что? Нет, нет, нет Здесь не внуки, Максим Здесь не внуки Ты знаешь, вот смотри Что-то вот Вот сейчас Буквально Прометнула такая мысль Что Ты меня Этим делом Вот такого рода То, как ты себя Вот, то, как ты Разговариваешь Ты меня учишь Сентябрь К собеседнику Понимаешь, да? То есть Вот Мы с тобой Когда говорили И когда была Инициатива В такого рода Разговорах На мне Я тебе говорил Что надо акцентировать Вопрос На том Что она должна Попросить прощения У матери Что Для того Чтобы дальше О чем-то Говорить В первую очередь Надо найти Себе силы То есть Надо тебе Найти силы В том, чтобы С ней об этом Говорить Чтобы ей Дать силы Таня Ты не хочешь Попросить Прощения У матери Помнишь Наши разговоры На эту тему? Да, я помню И я помню Что вот На такого рода Инициативу Ну, то есть Ты где-то был Согласен Что вот Надо Говорить Именно так Но это Тогда я был рядом Не, вот этого я не помню Потому что для меня Это абсолютно Неприемлемо Зная Танина Позицию Насчет Матери Это вот Слишком Что называется Радикальный шаг Чтобы она Просила прощения У матери Первый шаг Должен быть Чтобы она вообще Смогла приехать И вообще Даже с ней Ее увидеть А она даже На это не готова То есть Это Слишком Забегание Вперед Я считаю Слушай, Максим Я Совершенно точно Помню Ну вот Мне так Ну я убежден Что я помню Твое отношение К этому Что ты со мной Соглашался Что это на самом деле Так А теперь смотри Вот Прошел Год ты прошел Да Прошли несколько Месяцев Твоя позиция Где-то Она стала Если я говорю Если я говорю О том Что она была Такой же Близкой К моей Позиции Что нужно Объяснить Тане Что нужно Найти в себе Силы Попросить Прощения А теперь Твоя позиция Она стала Более Стерхимой Да Ну то есть Ты не собираешься На этом Акцентировать Внимание Нет Конечно Нет И ты убеждаешь Меня Что твоя позиция Не изменилась Что то есть Вот тогда Я оценивал ситуацию Неадекватно Когда мы с тобой Об этом говорили Осенью Я правильно понимаю Да Я не помню Что я так Считал В твой приезд Не помню Да Нет Получается Смотри Получается Что все эти записи Разговоров Которые мы с тобой Говорили Они пока Нам с тобой Вообще Не помощники Я то Я то В силу Своих Особенностей Говорю Пытаюсь Пытаюсь Тебя убедить В том Что я прав В оценке Тогда ситуации Что ты разделял Мое мнение Знаешь Посмотри Мне сейчас К чему Говорю Это Вот К тому Что Сегодня Летом 19 Года В какой-то Конкретно Определенный День Нам нужно С тобой Афиксировать Что-то такое Важное В наших Делах Чтобы Через год Через два Можно было Магноменно К этому Вернуться Со своей стороны Я Поскольку Мне это Интересно Я постараюсь Поднять Наши с тобой Разговоры Зимние Конечно Мне бы Хотелось Чтобы тебе Тоже захотелось Вот Немножечко Разговоры Знаете На эту тему Немножко Вернуться И вспомнить Об этом Вот На мой взгляд На мой взгляд Я вот Вспоминаю Мысли Светлые мысли Которые к нам Чтобы приходили Зимой Именно Почему-то А не летом Потому что Летом Лето и осень Они Вот На мой взгляд Такие кайфовые Получились Потому что Потому что Начались разговоры На очень-таки Серьезные темы Я Наживаю Это Тем Что Я Взял на себя Часть Твоей боли И тебе Стало Немножко Лечь На мой взгляд Хотя Ты Этого Не замечаешь Не А почему-то Вполне Может быть Так Только Конечно Это же Трудно Измерить И сравнить Допустим Смотри Смотри Так Это 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 Трудно Когда Прошел Год Прошло Время От зимы Уже Прошло Считай Полтора Года Да Но ведь Мы с тобой Блин Ведь ты же Фиксировал То есть Ты соглашался Со мной Что это Фиксировать Надо Четко Совершенно Все эти Разговоры Понимаешь И Это Можно При желании Ведь делать И Возвращаться К этому Возвращаться К тому Самому Перепросмотру По Кастамиде О котором Мы с тобой Говорили Что это Одна Из сильнейших Магических Техник По Нахождению Взаимопонимания Между людьми Максим Я У Лехи Гусева Переночевал Две Ночи Да И Он В очередной Раз Рассказал Мне Об отношениях С сыном С его С Иваном Смотри Пам Погоди Пока Вспомнил У Августа Есть Дочь Да У него Есть Дочь От первой Жены Она Уже Взрослая Ей Уже Под 40 Лет Ага Хорошо Ладно Ну Более-менее Вы так Более-менее Ровесенький Понимаешь А сейчас Вот он мне Рассказывает Оля Свидетель Понимаешь О таком Жестком И Нелицеприятном Отношении К сыну Я узнаю Себя Ты поднимешься Понимаешь Вот Он Высказывает Мне Свою Боль От того Что Вот Яйцо Курицу Не учит А вот Его сын Типа Он не делает Так Как он Говорит Как говорит Алгус Понимаешь И у него У Лехи Масса К нему Претензий Я узнаю Себя Понимаешь Я Вот Вижу Что Ну Ты же Понимаешь Вот Вот Моя Правота Все равно Там Тролевали 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 Иван Иван Ну Мы трое Твердо Решили Так сказать Вот Ехать Правильно Мы Втроем Леха Я И Оля Когда Оля Колебалась Какое-то Время Сейчас Вроде Снова Опять Ну Короче Вот Такая Время Слушай Максим А ты же понимаешь Что у Ивана Своя компания Да Наконец-то Работы Понятное дело Да А Алло Да Ну у него Своя компания Понимаешь Вот Ровесники Там 5-6 7 человек Вот И поскольку Работы много Отпуск Только один И у него Выбор То есть Как Каким образом Отпуск Проводить С отцом И со мной Или со своей Компанией Да Да И он Очевидно Выбирает Свою компанию Правильно Вот А передо мной Стоит Сверхзадач Убедить Человека Что нам Будет Интересно Понимаешь Вот Там У тебя Я Вот Сейчас Там Напрягаюсь Так Вот Так По серьезному Так По взрослому Потому Что Мне бы Конечно Хотелось Чтобы Вы Немножечко Так Сблизиться Папа А зачем Скажи Пожалуйста Мы с ним Никогда Не Не Сближались И мы живем В разных Странах И Какой в этом Смысл Откуда у тебя Это желание Чтобы мы Сблизились Зачем Это Папа Оля Помоги ответить На вопрос Зачем Мне нужно Чтобы Иван Зачем Семья Грязно Рабочих Школах Они Они Грязно Они Они Совсем Чистые Станы Поговори Сына У меня Вопрос Я хочу Подумать Над формулировкой Я понимаю Много Слов Погу Ответ В ответ На вопрос Максим В ответ На вопрос Максим Папа Зачем Зачем Тебе Наше Заближение С Иван Алло Максим Сейчас У тебя Есть Франк Да Ты имеешь Кайф Потому Что Вы Близки И Вы Хорошо Проводите Время Правильно Вы Делитесь Друг И Мы Живем Близко Большинство Людей Удовлетворяются Одним Другом Максимум Двумя Мне Нужно Пять Шесть Я Уле Даю Трубочку Это Ты Это Другой Человек Все Мы Разные Люди Подожди Меня Пытаюсь Кучить Дом Пучать Сейчас Слышно Меня Слышно Да И Видно Все Хр Видно Не Очень Хорошо Привет Максим Да Добрый 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 Короче Говоря Слушай Я Им Говорила Этим Двум Старым Извините Идиотом Максим Максим Не забудь Нажать Максим Ты нажал Кнопку Или нет Да Уже 25 Минут Кнопки Слушай Давай Новую Потому что Это Уже Оля Включается И поэтому Это Интересно Будет Хорошо Я Потом Разобью Папа Не проблема Хорошо Как Делай Как Удобно Хорошо Да Это Твой Папа Вот Это Твой Папа Короче Говоря Я Им Говорила Этим Двум Болванам Старым Отстаньте От своих Мальчишек Чего Вы От них Хотите Они Живы Здоровые Они Оба Замечательные В жизни Как бы Нормально Все У них Ну Болеменее Да То есть Как бы Без Каких Ужасных Прям Ужасных Все Хорошо В общем Ровно Саша Можно Без Комментариев Максим Благодарю Спасибо Большое И Своих И Совершенно Нормальный Парень Ну Выпил Он Да Максим Слышал Да Слышал Вот Ну Им Это Бесполезно Говорить Они Хотят Чтобы Вы Были Вот Их Сынов Я Саша Не Надо Вот Это Делает Вот Такими Как Они Себе Придумали Да Колька Это По-моему 40 лет Даже Максим Это По-моему Для Всех Для Для Всех Родителей Это Типично Что Они Либо Учат Либо Хотят Максим Ну Совсем Не Для Всех Просто Для Глупых Родителей Это Типично Да Они Учат Ну Я Не знаю Я Например Сразу Поняла Что Мне Моего Сына Учить Во-первых Не следует Потому Что Ну У меня Терпения Не хватает Во-вторых Это Просто Незачем Он Отдельный Совершенно Человек Нет Может Может быть Не учить А Советовать И Просто Разговаривать Незачем Он Обращ Совет Конечно Но Понимаешь Ждать Что Он Будет Вот Таким И Подружиться Вот С Этим Я Сейчас Просто Бред Я Я Тоже Не Понимаю Зачем Вот Я Понимаю Да Конечно Мы Можем Хотеть Чтобы Вот Хорошая Девочка Вот Он Сейчас Женится На Этой Девочке Нифига Никогда Он Не Женится На Этой Девочке Он Женится На Абсолютно Противоположной Девочке Чем Тебе Папа Нравится Да Вот И Ровно Точно Так Жиз Друзьями Да Хорошо Бы Но Дружба Она Вот Ну Не На Этом Закладывается И С Родственниками Своими Мы Гораздо Дальше Чем Со Своими Друзьями Потому Что С Друзьями Нас Возят Определенные Жизненные Обстоятельства Какие-то Трудности Мы Проходим Вместе И Вместе Мы Все Это Преодолеваем И Делаем Как Вот И Поэтому Мы Друзья Да Все Правильно Говорит Поэтому Я Не Знаю Они Упираются Саша Все Ремя Говорит Про Вот Эту Боль Переболь Да Лехину Что Иван У него Так Да Леху Несет Леха Огородит Вообще Черт Не Знает Что Он Просто Может Все Что Угодно Болтать На Любую Тему Любую Ерунду И Саша Считает Что Это Его Боль Относительно Сына Леха Не Такой Дурак Он Вполне Себе Ну Умный Мужик А Просто Про Бла-бла Там Всякое Да Его Там Заносит Типа Это Не Мой Сын Это Лена Ну Таню Посоветуй Максим Ну Если Максим Меня Спросит Я Ему Именно Посовет Да Мне С Таней Не то Что Понятно А Я Себя Я Знаю Что Я У нее Спрошу И Как Себя Буду Вести Поэтому Поэтому Ну Не знаю Вы Слышали То Что Я Папе Говорил Или Можно Просто Еще Раз Это Повторить Я Не Слышала Что Ты Говорил Я Там С Мам И Я Хотел С С Поговорить Поставить Вопрос Или Или Но Не В Ультимативной Форме Потому Что Сначала Я Предложу От Чистого Серца Переехать Обратно И Забыть Про Экстрасенсов И Про Мать И Сказать Что Все В Наше Вот Это Твое Желание Да В принципе Ты Переехала Да Правильно Же Да Да Вот А что Про Мать Да Чтобы Она Чтобы Она То Что Забыла Про Мать Чтобы Она Не Думала Что Мать Может Нам Помешать Жить Потому Что Все В Наших Руках И Никто Другой Нам Не Может Испортить Нашу Совместную Жизнь Если Мы Сами В Это Не Будем Верить Совершенно Верно Вот Если Она Скорее Всего Опять Же Будет Держаться За Экстрасенсов И За Мать Виктор Плохая И Она Не Даст Нам Жить То Тогда Нам Нужно Развестись Будет Вопрос Или Или Либо Она Переезжает Либо Мы Разводимся Прошу Прошу Не Торопись И Для Того Чтобы Первый Разговор С ней Осталось Поговорить Пропусти Время Какое Подбери Хорошую Минуту Когда Вы Оба Будете В Хорошем Расположении В лесу Вдвоем Как То Если Вообще Такое Будет Или Такого Не Будет Я Не Знаю Как Все Будет Потому Что Она Немножко На Меня Рассержена И Она Думает Что Я Ее Не Жду И Они Даже Не Собираются У Я Понимаю Ну Тут Надо Как Да Ну Тут Как Надо Очень Осторожно Говорить И Не Торопиться Ни С Какими Посылами Ни С Какими Ответами Если От Тебя Потребуется Какой Ответ Скажи Пожалуйста Вот Я Тебя Прошу Скажи Я Подумаю Ответь Я Подумаю Да Не Торопиться С Ответом Да Вот Это Великолепная Фраза Это Палочка Вручалочка Мне Нужно Подумать А Тем Более Тебе Действительно Нужно Подумать То есть Мальчикам Действительно Нужно Подумать Девочки Могут Что-нибудь Кляпать Не Долж Дело Такое Это Важное И Надо Действительно Подумать Можно Действительно Позвонишь Еще Расскажешь Что-то Как Ты Чего-то Ну Ты Большая Умница Что Ты Разрешил Себе Да Вот Именно Захотеть Чтобы Таня Вернулась И Вот Это Ей Рассказать Что Ты Этого Хочешь Но Это Не Умница Это Все-таки Франк Это Меня Франк Надоумил Я Сам К Этому Не Пришел И До Франк За То Чтобы Ты Франк За Таню Чтобы Она Вернулась Да 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 Конечно Алло Максим Да Максим А можно я свою позицию озвучу Погоди Пока Пока Не тратил мысль Очень хороший совет От Ольги Про фразу Я подумаю Потому что Я Я Очень редко Ее Использую И не помню Что Я Вообще Ее Использовал Мне Нужно Подумать Когда Мне Задают Вопрос Я Не Помню Чтобы Я Говорил Мне Нужно Подумать Я Всегда Пытаюсь Сразу Ответить И Решить Вопрос Сразу Вот Этого Не Нужно Особенно Когда Касается Глобальных Вещей Всегда Горит Надо Мне Нужно Подумать Все И Это Уже Я Я Я Я Само По Себе Ответ И Уже Тебя Никто Не Будет Теребить Да Понял Потому Что На самом деле В жизни Ты Должен Опираться На Свои Желания Ты Должен Прислушаться К себе Вот Что Тебе Самому Максиму Хочется Да Именно Так Да И Разрешить Себе Захотеть Все Что Ты Хочешь Да То Захотеть И Принять Себя Со Своими По Трохами Понимать Что Да Вот Я Такой Ну Например Я Одинокий Бирюк И От Этого Кайфую Или Например Я Хочу Жить С Этой Женщиной Больше Ни В Какой Или Например Я Хочу Ну Там Условно Снимать Проститут Каждые Вечки Ну Так Условно Вот Разрешить Себе Вот Это Разрешить Себе Жить Так Как Ты Хочешь Да Это Хорошая Фраза Быть Собой Самое Главное В нашей Жизни Это Быть Собой Вот Мы В своей Жизни Должны Прожить Свою Жизнь Не Мамину Не Папину А Свою И Вот Как Хочешь В принципе Ты Должен Себе Это Разрешить Вот Это Наша Основная Задача Это Все Чего Все Неврозы Происходят Да 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 Вот Может Даже У Саши Вот Может У Саши У него Какая-то Вот Есть Вот Эта Идея Но Это Его Не Может Быть Даже И Не Свою А Это Вот Он Где-то Там Почерпнул И Считаешь Что Да Вот Это Кайф Вот Это Так Вот Надо А На самом Деле Может Самому Саше Это И Не Надо Может Самому Саше Ну Упс Максим Алло Да Да Терпес Вообще Такой Я Хочу Вмешаться И быть Третьим Разноправным Участником Беседы Я Сейчас Даю Трубочку Оле Вы Наговоритесь А потом Я Втроем Вместе Хорошо Подобой Меня Не Остановить Нажать Чтобы Было Громко Ну Не Не Камера А Вот Это Да Алло Максим Да Я Вас Услышал Я Мне Кажется Так И Живу Вроде Бы Так И Живешь Ну На Сама Деле Как Мне Видеть Это Действительно Да Это Так И Живешь Вот Просто Надо Для себя Подумать И В будущем Тоже Что ты Хочешь Да Вот Как Ты Хочешь Жить Ну Чуть Чуть Не Не Конкретно А Вообще Чего Тебе Хотелось То То Хотелось Тебе Чтобы У тебя Был Там Дом И Семья И Дети Или Например Тебе Вообще Бо Этого Не Хотелось То Тут Тоже Надо Вот Этот Момент Да Себе Прорисовать Что Ты Чаще Всего И Не Знаешь Че Хочешь На Самый Простой Чаще Чаще Всего Чаще Всего Жизнь Просто Случается Ты Не Знаешь Не Знаешь Бац Идешь Там Встать Девушку Встретились Поженились Родили Ребенка И Живешь Жизнь И Она С тобой Случилась Ты Может Этого И Не Не Хотел Но Это С тобой Случилось И Ты Рад Часто Что Случилось Правильно Ну Вообще Как Говорят Вот Духовно Развитых Людей Именно Так И Получается То Есть Они Не Таращат Свою Жизнь Не Тащат Ее Никогда Никуда А Она С ними Случается То Они Слушают Себя Они Живут Сегодняшним Днем Выбирают В Каждый Момент Что Ближе По Душе И С 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 Максим Да Ты Выяснил Позицию Мамы На Этот С С С Да Я С С С С Прошлый Мой Приезд Спросил Что Если Мол Будет Такая С С С С Таня Захочет Вернуться Обратно Ты Готова Ее Простить И Ее Принять И Она Сказала Что Да Максим Ты не Записал Разговор С Мамой Записал Только Я Не Помню Именно Этот Либо Другой Какой-то Но Какой-нибудь Разговор С Мамой Ты Записал Да 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 25 минут Разговор С Мамой Свежий И Твоя Мама Сказала Что Готова Ее Простить Да Но Я Не Думаю Что Она Готова На Сам Не Простила Я Не Знаю Вообще Уметь Либо Прощать Максим Оля А сейчас У меня Очень важная К вам Просьба Вот Смотрите Вот Давайте Сделаем Равноправный Разговор Втвоем Когда Каждый Из Нас Высказывает Свою Позицию Короче Говорят Давайте Сделаем Так Как Я Хочу Свежая идея Однако Свежая идея Однако А до этого У нас Все было По-другому Давайте Попробуем Свежая идея Однако Такого Еще У нас Не Бало Ладно Пап Давай Да Шутки В сторону Итак У тебя Есть Своё Представление О том Что Франк За Таню Убеждение Это Очевидная Вещь Да У тебя Есть Столь же Очевидная Вещь В отношении Твоей мамы Мама Мама Таня Мама Против Тани Мама Против Тани Конечно Так Она Она Говорит Что Проще Найти Новую Жену Чем Ремонтировать Старую Таня И так, Максим, Оля, Франк за Таню, мама против Тани, а вот я хочу, Максим, чтобы ты добился однозначного ответа от Оли. Она за Таню или против Тани? Зачем это как нужно? Я просто делаю то, что я... Подожди, подожди, вопрос сразу важный. Зачем это нужно? Ну, хорошо, ответ на вопрос, папа, зачем это нужно? А потом я скажу, что... Для ясности, Максим. Чтобы была ясность. Она, ясность, всегда лучше, чем ума. Ну, папа, Ольга же не знает ни Таню лично, ни полностью всю ситуацию. Как может быть, как может Ольга вообще быть за Таню, либо против Тани? Только, с моих слов, это же будет очень однобочная позиция, пап. Но это я абсолютно не понимаю смысла. То есть, ты и Оля здесь, вы вдвоем против меня. Я за то, чтобы потратить время и силы на то, чтобы выяснить позицию Олину. Она не хочет свою позицию прояснять, и ты не хочешь прояснять эту позицию. Я правильно понимаю? Конечно, абсолютно несправедливо, понимаешь? Если бы Ольга общалась с Таней, у Ольги было бы две, что называется, версии. А так она услышит только мою версию, только на основе ее. Это будет абсолютно несправедливо по отношению к Тане. То есть, я не прав в этом разговоре втроем. Когда прошу тебя сделать все возможное, чтобы прояснить позицию Оли. Я не прав? Папа, дело не вправ, не прав, понимаешь? Я просто считаю это нецелесообразным и несправедливым. И я не понимаю, почему ты этого хочешь, и почему ты этого сам не видишь, как это вижу я и Оля. Почему ты этого не видишь? Потому что и ты, и Оля не склонны к принятию решений за максимально короткий промежуток времени. Потому что и ты, и Оля, вы люди нерешительные. Да иди ты, Саша. Вы ходите в тумане, и вам этот туман, вас этот туман устраивает. Мне нужна я. Папа, у нас... Максим, понимаешь, да, почему мы с ним ссорим еще? Да, то есть, опять же, я король мира, я супер ясный, а вы все остальные ничтожные муравьишки. Ну вот что это такое? Что это опять за это? Это, это, Максим, король мира, это твоя интерпретация. И вы с Олей можете говорить как угодно, меня называя всякими разными словами. А я говорю, ребята, есть конкретные слова, есть конкретные факты. Моя позиция вот такая, сейчас закончу Оль. Вот сейчас, сейчас вы двое за, я против. Вот нас трое, и позиция такова. Мы все правильно понимаем ситуацию? Мы понимаем, о чем мы говорим? Нет, нет уже, я уже сбилась. За что? За Таню или за вот этот разговор, или за то, чтобы меня переубедить, или за то, что мы ходим в тумане, я уже вообще... Я за то, чтобы Максим согласился с тем, что позицию Оли относительно Тани нужно прояснить. Я за это. Слушай, все. Того голоса ты лишен. Дальше я разговариваю с Максимом. Максим, вот таким вот образом он и вызывает мое крайнее раздражение. Это террор, Максим. Это несправедливо, согласись. Право голоса лишен. Эти слова сказаны были от Оли. Вот ее сущность. Вот сущность Оли, что я... Она сказала слова, что я право голоса лишен. Максим, поможешь мне? Защитишь меня? Нет, потому что я считаю, что ты... Что ты не прав. Я прошу у тебя защиты. Оля сказала, ты право голоса лишен. Она права? Говоря такие слова. Да, потому что ты занимаешься террором и неадекватным. И поэтому она лишает право голоса. Она себя защищает, потому что ей это не нужно. Это элементарная защита от нападения и все. Потому что на самом деле... Лишать человека втроем право голоса, это защита называется? Ага. Вообще, дальше это приходит к той ситуации, которая у нас случилась с Ветровым. Когда у нас с Ветровым возникло взаимопонимание, и Ветров немножко, немножко... Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. Светрором. Алло, мады? Да, да. С Ветровым что было? Сейчас. Сейчас. Сейчас слышно? Алло? Сейчас слышу, да. Ну да, с Ветровым была такая ситуация, когда у нас с Ветровым, в общем, было взаимопонимание. Саша начинал прогибать свою линию, и они заговорили о темах, которые было очень опасно затрагивать. И один высказал свое мнение, и второй высказал свое мнение. И дальше Саша Голев вычеркнул Сашу Ветрову из своей жизни. Вот что было с Ветровым. Ну я думаю, что она с тобой не вычеркнет, конечно, в своей жизни, но ситуация такая же. Потому что у нас есть деньги. Что? К сожалению, вот поэтому они вычеркнут. Какие деньги? Ну вот, вот такие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну Максим Ветровым не знает, Максим, это не очень интересно. Давай мы строим. А какие деньги? О каких деньгах ты говоришь? Сейчас, секунду, у меня снова прервусь. Мне нужно... Я вот теперь слышу, да. Что у вас там про деньги? Я вот не понимаю, что у нас там про деньги. Ладно, оставим эту тему. Давайте закругляться. Записал 50 минут. Закончим на позитиве. Я пойду дальше клубнику делать. Максима, что из позитива, это опять дискуссионный вопрос. Я заканчиваю вот на чем. Итак, Франк за Таню. Мама твоя против Тани. Оля не высказывает свою позицию в отношении Тани. А ты, пап... Я, Максим, тебе нужна моя позиция в отношении Тани? Я за или против? Тебе это надо? Да, конечно. Вот это слово, конечно, Максим, я от него просто взлетаю просто капитально, понимаешь? Не слово да, а просто вот да, конечно. Максим, ты на сегодня, вот на сейчас знаешь эту мою позицию в отношении Тани? Я за или против? Я думаю, ты больше против. Максим, ты оцениваешь ситуацию правильно. Я именно так. Я не очень категорично, как обычно, против Тани. Но я скорее против, чем за. И вот на этом давай, если Оля будет не против, пока вот закончим на этот разговор. На этом разговор. Давай, пап, давай. Давай, Оля, дадим все-таки право голоса, хотя она меня лишала права голоса. Вот заключительную свою позицию высказать и на этом закончим. Хорошо, Максим? Да, пап, давайте. Заключительная позиция. Председательствующий Александр Голев. И когда кто-то другой перехватывает это его председательствование, то он начинает злиться. И все-таки... Никакой злобы сейчас нету. Здесь пока... Нет, сейчас-то нету, потому что сейчас-то ты опять закончил на том, что ты председатель... Ты не точку ставишь. Я точку ставлю просто так, потому что меня председатель назначил поставить точку в этом разговоре. Максим, короче говоря, чтобы не случилось, все хорошо на самом деле. Ну, конечно. Вот. Действительно, бери отсрочку там в каких-то серьезных там решениях. Да в любых. Просто бери отсрочку. Если что-то вот ты понимаешь, то да, будь просто благоразумен. И все-таки основывайся на своей какой-то вот своем к ней отношении. Готов ты ее любить? Хочешь ты ее любить? Хочешь ты ее простить? На самом деле, готов ли ты ради нее куда-то уехать в другое место? Нет. Я уже уехал в другое место, из собственного дома. Что ты? Я уже уехал в другое место из собственного дома. Ну да, да. Готов ли ты, допустим, там... Ну, на самом деле, вообще все это очень странно. Семья, она складывается из многих людей. И когда начинаются косяки между общением, там, наших супругов с нашими детьми, с нашими родителями, то это все нарушает, конечно, вот ход обычной жизни. Вот. И ты с Таней тоже все равно, да, такие моменты тоже должен будешь проговорить, что ты все равно с мамой будешь общаться. Потому что она твоя мама. Да, конечно, конечно. И, в принципе, что вам, ну, вот как бы я тоже, например, со своей святой кровью, я сказала, ну, мы очень ссорились. И потом я нашла в себе силы и сказала, нашла в себе розу. И сказала, нам делить-то с вами нечего. Ваш он сын, мой он муж. У нас как бы разные места соприкосновения с этим человеком, да, и не надо ревновать. И не надо, там, оттягивать его к себе. Его хватит нам на всех. Да, именно так. Наоборот. Его надо с двух сторон любить. И тогда будет все хорошо. И моя свекровь, она вот оказалась все-таки умной женщиной. Она в итоге все это услышала. Поэтому и тебе тоже надо раскладываться в состоянии из любви, а не из торговли какой-то вот за, там, за власть, за вот это все. И с мамой точно так же надо. Максим, у меня к тебе заключительная просьба. Держи нас в курсе, хорошо? Да, пап, хорошо. Буду держать. Все, пока, Шим, мы тебя любим. Давай, держись. Все, пока, давайте. В общем, будь тем, кем ты и те, кто ты есть. И все, хорошо. Да, хорошего дня тебе. И хорошего настроения. Спасибо, взаимно. Давайте, да. Обнимаю, пока. До связи. Пока-пока.